На прошлом семинаре мы начали рассказывать о 20-й национальной конференции по искусственному интеллекту, которую проводила Российская ассоциация искусственного интеллекта при поддержке множества организаций, московских институтов академических, московского интеллектуального института и других организаций. На том семинаре я рассказывал в основном о пленарных закладах, общую характеристику и пленарных закладах. Сегодня я немножко расскажу про секции. Я напомню, что секции таких было окрупненных 5 штук. Но я хочу сказать, что это, конечно, большая проблема. Когда секций много получается, то их потом начинают объединять, на какие-то секции не поступило докладов. Ну и при том, что вот так объединили секции, то многие доклады могут относиться к разным секциям, направлениям. Например, если взять нейронные сети, то просто нейронные сети – это как-то странно сейчас. Это когда-то их реализовывали, а сейчас в основном пользуются готовыми архитектурами. Есть какие-то приложения, которые решаются с помощью нейронных сетей или каких-то методов машинного обучения. Больше к этому идет. А, сейчас я не знаю, может, просто посоединился. Ну, что, посмотрю. А, Николай Вячеславович. Ладно. Вот, и поэтому как-то... Ну и вот здесь вот показана циферка после названия секции. Сколько докладов было на этой секции заявлено. Ну, я не скажу, что... В основном все доклады были представлены, за исключением некоторых... Вот люди прям заболели во время конференции, там уже не смогли доехать. И вообще больные были такие, что не могли выступать. В частности, хотя вот Гаврилова, которая рассказывала про дуэль, дуэль, машинного обучения и инженерии знаний, она выступала больная, ковидом выступала онлайн из Питера. Ну, не важно. Ну, короче, я перехожу в секцию. Хочу сказать, что я в основном побывал тут как-то, ну, на секции на первой я был полностью. А вот еще вот на прикладных интеллектуальных системах, тем в поддержке решения, я частично присутствовал на разных заседаниях, потому что они были... Это все параллельно в основном шло, а вот не расцветивая нечеткие методы... А, нет, я частично тоже был на некоторых докладах, но надо сказать, что, естественно, что не все я там понял, но я вот попытался восстановить в памяти какие-то доклады и там посмотрел в трудах. Ну, ладно, я начну с того, что вот инженерия знаний, вот здесь как красненьким показано, что, собственно, сколько докладов относилось, как я считаю, к направлению инженерия знаний. Здесь как раз говорится о том, что люди либо использовали антологии для... либо строили антологии для каких-то предметных областей или задач, либо инструменты какие-то предлагали, ну, не всегда, мне кажется, удачные, либо использовали какие-то уже наработки, которые были свои инструменты. Ну, в частности, ну, я так коротко пробегусь, и последнее, которое жирным выделено, об этом я потом остановлюсь в подробных докладах. Я считаю, что эти доклады, может быть, ну, они показались мне интересными и понятными для рассказов, потому что есть очень интересные доклады, но вы знаете, чтобы его рассказать, это надо не меньше часа, как бы суть не всегда хорошо изложена в кратком подзиме, и чтобы понять, о чем там идет речь, надо еще подготовительную какую-то работу провести. У нас времени нету, но, в частности, Беглер такая есть, не помню, как ее зовут, она из Питера, она все время занимается тем, что она пытается интегрировать всякие научные, в основном, результаты экспериментов, из разных, ну, из разных хранилищ, может быть, из разных, допустим, относящихся к области экспериментальной физики, и с помощью онтологии она пытается интегрировать данные из разных хранилищ. Ну, и вот там возникла, она уже не первый год выступает с этой темой, они создали онтологию Эмпирион какой-то, но там проблема возникла какая-то, дело в том, что все эти хранилища построены на основе онтологии, то есть в качестве, можно сказать, схемы данных выступают онтологии, вот, но проблема в том, что используются две онтологии, ну, базовые онтологии верхнего уровня, и вот как раз там получилось так, что одна онтология – это basic formal ontology, а вторая, по-моему, dolce. Ну, и вот эти две онтологии верхнего уровня, на основе них строятся онтологии уже прикладные. И вот как раз получилось так, что данные построены, были систематизированы. Чуть-чуть. А? БФО? Ну, нет, я подробно… На основе которых строят… Нет, это онтологии известные, они есть, описаны… Ну, какая, в принципе, зачем они? А эти онтологии как раз, они нужны для… Они содержат основные сущности, объекты, они как раз позволяют… Да, для них все главное, что подписывают данные. Данные, вот есть некоторые объекты, их значение параметров, объекты, эксперименты, например, да, в таблицах хранится информация о проведенных экспериментах. Вот эти онтологии, они как раз… Я не скажу, что они специально для этого созданы, но они позволяют работать, строить онтологии именно вот этих прикладных областей для экспериментальных. Да, и там проблема в чем? Что у них, естественно, у них одни и те же вещи, концепты по-разному называются, по-разному устроен, ну, как всегда, да? Да, из-за этого возникает… И там, получается, два кластера. Один кластер данных или там онтологии, построенных на основе одной онтологии, другой на другой. И вот эта девушка, она пыталась их как-то соединить. Ну, это такой длинный доклад, и я, честно говоря, не потомился его слушать. Ну, на самом деле… С интеграцией данных там, Серега, что-то… Да, 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 да. Не очевидно, непрозрачно. Там все это непрозрачно, там очень много всяких таких тонкостей. Вот, ну вот она, вот эта ее тема, я так понимаю, мне кажется, она уже защитилась, а может и нет. Вот она вот этим все занимается постоянно. Я так понимаю, что в какой-то она фирме работает, и вот это им нужно для эксперимента. Ну, что касается вот двух других докладов, Борисов Мисник, Борисов это президент СС Ассоциации, а Мисник это его аспирант из Белоруссии. И вот там в основном такой программистский был доклад, как хорошо вот ассоциативные эти графы для представления онтологии используются. сами графы у него реализуются через революционную модель. Ну и там такой доклад, в общем-то… Какие графы? Да, название, да. Ну, они и так называют сложно устроенные графы для сложных предметных областей, как они называют. И там у них не только декларативное описание, но и процедурное там описание они… Ну, я не могу сказать, что это… Правильно. Да, я про это не связываю, я просто говорю. Следующий доклад. Вот, расширение метаграфовой модели. Это просто человек там, вот он занимается графами и придумал свои виды графов. Да, протографы. И вот точно, а, вы видите, да. И там вообще доклад такой очень-очень такой непростой. И народ не понял, для чего это он делает. Он просто говорил, сколько это здорово, что можно строить на нихантологии. Опять же, все сейчас увидят, как говорится, или там графы знаний. То есть всякие нестандартные графы, это, как правило, уже двух или многоуровневые, тогда узлом может быть на графе. И такие гиперграфы, да, там, вложенные, да, да, да. Это, на самом деле... Обычная гиперрафа, ну что, ты не скажешь. Ну, дело в том, что у него ни одного не было примера, где как-то, насколько это хорошо. Поэтому, ну, вот там, дальше наш доклад про опыт использования паттерна, для построения некоторых, онтологии некоторых предметных областей. Ну, я уже рассказывал здесь как-то, ну, может быть, еще кто-то из наших расскажет. Мы, Галина Борисовна, как мы их используем. Дальше вот интересный доклад у нас Каленко-Тимченко, это наши коллеги из Владивостока. У них есть такая платформа облачная, называется ИАЦ, ну, короче, там дальше я, может быть, в другом докладе. Ну, здесь они, у них как бы самопарминная такая система для построения онтологии и информационных ресурсов на основе этих онтологий. Они в основном, конечно, начинали с медицинской области, но сейчас они там... Ну, короче, у них там есть свой язык, называется, это еще придумал Александр Сергеевич Клещев, язык прикладной логики. И вот они на этом языке описывают онтологию. Ну, кроме того, у них есть еще отдельный язык описания онтологических соглашений. Соглашение это говорит о том, какие параметры в каких-то делах должны быть, ну, грубо говоря, вот там, объектов, которые они описывают. Ну, и там могут быть не просто ограничения числовые, но и какие-то логические свойства. Но то, что вот сейчас, допустим, в ОВЛ, это и есть аксиомами описывается, или в дистрифтивной логике, дистрифционной так. Это вот у них примерно, у них это все то же самое, но у них почему-то соглашение они отдельно описывают. Когда человек построит базу знаний, она подвергается верификации с помощью вот этих. И насколько я понимаю, что инженерам знаний это очень тяжело. Ну, я думаю, они же работают с индивидуалом онтологии на основе специализированных решателей, напомню. Да, у них специализированные решатели есть, да. Не, ну, проблема в том, что вот это разделение, у них они знания и онтологии разделяют. Это не свой подход. Поэтому я говорю, что мне кажется, что это неудобно. Я представляю себя человека, который строит онтологию, отдельно соглашение. Они разделяют знания. У них редакторы есть для каждого этого. Онтология, понятно. А, конечно. Что такое онтология, а вот что такое знания в этом разделении? А. Я уже наполнение онтологии. Я не знаю. Это все, вот это все. О, я, знаете. Не, ну что, вот это все, это одна. Это одна. Ну, ну, они, поскольку там... Нет, на самом деле, онтология, это вот действительно больше... Дело в том, что я сколько с ними разговаривал, я так до конца и не понял, почему они отделяют отдельно знания. Они вообще объект-ориентированный подход отрицают, считают, что вот их декларативный подход, он по вас лучше. Не надо, этот объект он никогда не смешает. И потом, да, у них есть... Сейчас, на самом деле, вот фазы знаний, они являются частью онтологии. Ну, это Т-бокс, А-бокс, да, у них это отдельно все. Как они начинали с экспертной системы, поэтому они обязательно были знания, а потом уже эти оборудовательные настроения... Совершенно верно, вот, да, да, да. Да, они понятны, почему часть, они более общая, то есть, ну, антология, с точки зрения, ну, в принципе, это математическая объект, понятно, как все... Ну, да, антология это... А вот знания, может быть, там, что-то, так сказать, еще предполагается дополнительно, вообще, вот этим-то с половиной, не знаю. Ну, да. Ну, да, вот это... Хорошо, вопрос интересный. Да, антологию, вообще-то, рассматривали раньше формально спецификация концептуализации, то есть, не включали туда реальные объекты, а только описание, да? Да, и вот, да, да, но они еще и это описание разделяют. У них еще и это разделяется. В общем, трещат. Ну, не сами данные, а именно спецификация. Сколько понимают, знаниями не работают полностью решателем, а вот эти антологические соглашения используют для интерфейса между разными обязательными... Нет, ну, в данном докладе речь шла о том, что формировались базы знаний с учетом соглашениями. Ну, там, опять же, какой-то из них аспирант, который... Кимпин, какому, уже кандидат, это... И у них там вот такие соглашения, вот эти, на пару страниц написаны, я не представляю себе, чтобы человек нормальный такой мог написать. Ну, я имею в виду, вот будет он писать во время этого самого, только не ради диплома, да? А ради того, чтобы построить антологию. Ну, я просто... Это я... Я с ними все время спорюшу, с ладиостоксами, потому что они не признают этот мировой тренд, вот этот у нас семантик веб, у них свое. Ну... Нет, это тоже неплохо. Нет, это неплохо, вот они создали платформу... Может, что-то увидеть, что там... Да, да, ну, ну, да, вот даже... У нас тут было исторически много разных моделей таких моделей, а потом все они, как бы, вышли, а осталось самое простое. Географы и так далее. Все остальное выродилось. У нас что-то родственное есть, у нас вот система вот этих самых представленных знаний, они были рождены в виде графовых моделей, и, по большому счету, там принципиальное отличие было атрибутировано с духом. Других отличий я как-то не знаю, а вот именно, что у людей могли быть атрибуты, это было заложено в начале модели. Потом им пришлось, так сказать, в общий тренд. Ну, да, 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 и как-то это, вот мы как раз паттернами это реализуем, вот, в частности, мы-то, если перейти к докладу Невзоровой, команды Невзоровой, я про нее буду еще рассказывать, да, большая команда, они занимаются, они строили антологию математики, а? Это Казанский университет и еще там институт, что-то там прикладной информатики, это Татарская Академия Нал. Вот, ну, это в основном есть. Это их бывший педа-университет. А, ну, это вот, я не знаю, Сулейманов до сих пор директор или нет, Джавдинский? Да, но сейчас уже национал, как-то думал, в России нет. Как, есть. Есть? Да. Ну, я по крайней мере слышал, что вы ликвидировали. Ну, не важно, но главное, конечно, вот эти все ребята... Есть, есть по-прежнему, все есть. Ну, ладно, будем знать, интересно. Ну, да, вчера я как раз видел онлайн Джавдета, не спросил, он, правда, в Испании лечится в женских коллегах. Ну, вот они создали антологию математики, а теперь они строят на основе антологии, образовательную антологию для школьных курсов. Ну, там, вот это интересное у них. Так, ну, я сяду, наверное, чтобы не сядь. Да, и вот они... Ну, и здесь, это антология образовательная. Допустим, мы привыкли антологию предметных областей строить, это не так, ну, уже привычно для нас, да? А образовательная антология, она должна включать элементы образования. Появляются там новые сущности, и вот как раз они рассказывали, какие у них есть проблемы этого антологического института. Это уровень курса, направление знания, там, чего... Еще и знания этих студий, уровень обучения. Да, я там коротко скажу, правда, мне... Ну, может быть, ну, сейчас так не говорят. Дальше еще было когнитивное исследование, это в основном все связано больше с эмоциями и всякими познаниями, там, как. Так вот, первый доклад, я просто... Он, мне кажется, его проще рассказать. Это вот Косачо будет, это классификация эмоций пациента. Да, невермальной коммуникации. Но надо сказать, что второй доклад, он чисто такой... А я это расскажу потом. Второй доклад, в основном, он такой... Как бы психологи писали, какие есть проблемы мониторинга и диагностики там людей, которые в социальных сетях. По фразам можно определить. Ну, он такой неформальный доклад, поэтому я его не стал. Доклад, это где Богданова и Исухова. Сейчас я гляну, что там у нас происходит. Каноненко. Ладно. Да, и там в них... Вот это интересный доклад, но я не стал его рассказывать. Дело в том, что мне это... В принципе, понятно, что они делают. Пациент приходит в поликлинику, через регистатуру, значит, проходит, его направляют лечиться, он отлечился и потом высказывает свои эмоции, как его отлетели. И все там понятно. Это не горбальное. Сейчас, сейчас, я про третий говорю. А он, в общем-то, похож на первый доклад, но они используют тут технологию искусственных иммунных систем. Это, на самом деле, я, честно говоря, не знаю, что это за подход. Я почитал, конечно, в интернете. Он чем-то... Ну, это просто действительно один из методов машинного обучения, говорят по нашему. Да, это вот эти искусственные иммунные системы. Там тоже у них обучение идет, валидация. Но я не стал это рассказывать, потому что, в общем-то, первый доклад, он более, может быть, понятный. Да, да, там у них есть антигены какие-то, какие-то свои терминологии, которые вот чисто медицинские, да, с этим иммунитетом связаны. Я не стал... Да, да, да. А вот Редько, это такой известный у нас, он такой философ, и он постоянно пытается найти деятельность, интеллект найти в деятельности ворон там, как он исследовал, как они там, какие они умные, что они делают других там животных и так далее. Ну и вот здесь как раз обучение с подкреплением, он говорит, что эти вот методы позволяют нам познавать саму природу. Ну, я тоже на этот день не могу останавливаться, там, если кому интересно, могут почитать. Редько, он действительно человек интересный, но его надо смотреть, он там фильмы показывает. Ну, то есть, это такой он, опять же, я хочу, хотел в этом докладе больше, ближе к тому, чем мы занимаемся. Да, лучше. Да, да, да. Потому что там какие-то чудеса, и нумерология, это все. Да, да, да. И вот здесь интеллектуальный анализ текстов, да, в этой секции еще был. Но в этом году, ну, по крайней мере, то, что я увидел, здесь вот в основном интеллектуальный анализ текстов, они увидели 4 доклада. Не, а я потом, я потом расскажу. Вот, и здесь доклады, в общем-то, речь о чем идет? О том, что в основном здесь использование сейчас уже модное направление использования разных моделей нейронных сетей для анализа текстов, да, для решения разных задач. Вот эти, ну, первый доклад на самом деле для тематического моделирования здесь нету. А вот возле данных состоящихся терминов? Да, это устоявшийся терминов. Это, по-моему, IBM придумал. Вот они, у них есть данные, большие данные, это очень много данных, всяких научных статей, и они пытаются, и у них там задача... Не знаю, ну, по крайней мере, выкинка пытаться. И здесь вот у них тематическое моделирование, там специально есть тематическое моделирование методы, ну, и вот они, это их, их, и они их зачем-то называли, что выбор, какие же методы лучше выбрать. Но на самом деле суть была такая, было определенное исследование, разные методы тематического моделирования они исследовали, и вот выбрали какой-то из метод, латентный этот метод, Дерекле, там, да, и так далее. Ну, это... А все остальные связаны в основном с нейронными сетями, даже Сидорова, Сахмадеева, и Каноненко, они извлекали аргументацию на основе индикаторного подхода, тоже там обучали нейронную сеть, но уже ее более сделали умной, что она понимает индикаторы, это слова, которые говорят о том, что здесь может быть аргумент, ну, в общем, вот, а вот Тихомира Блокашевич, доклад, я его хотел сначала рассказать, потом подумал, что это вот, мы как-нибудь о нем расскажем, когда Елена Анатольевна Сидорова нам расскажет про векторное представление, да, да, а здесь дело в том, что векторное представление, они, в общем-то, несколько есть, слова, за словари, такие, ну, в нейронных сетях они присутствуют, векторное представление слов, но Лукашевич, Стихомирова, они решили усилить эти векторные представления за счет, чтобы они были интерпретируемы, и они включают еще в это вектор суперпонятия, ну, допустим, пять понятий сверху, там, одно снизу от этого слова, да, и вот тогда контекст этого слова становится более понятным. Зарешенские понятия, ну, они так не называют, там просто вектора, вектор расширяется, вот это, там, допустим, 300 признаков, они еще там пять признаков. не только понятия входят в это, значение вектора, но это не контекст, это иерархия. Контекст. Нет, как раз иерархия. Да, 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 да. Ну, вместо в иерархии, суперпонятия, да, они их отбирают, не все берут, а которые дают определенные требования, можно дополнительные документы векторов отмотываются в типе вектора? Я не знаю. Дело в том, что там очень много признаков, это слишком получается, степизация. Еще раз мы понимаем, что нам вот этот вопрос хорошо поизучаешься, тем более у нас есть сильный рот. Да, да, но она, там дополнение этих вот несколько всего признаков дополнения. Дело в том, что векторные представления, они на основе статей, контекст, много статей загружаются, да, и плюс этот словарь рут-эс, который назывался, теперь называется роборт-нет, это вот как раз русский ворд-нет, там вот есть сенсеты эти, да, иерархия сенсетов, иерархия понятия, статистская иерархия сенсетов. То есть синонимы вот одной и той же понятия, оно выражается разными словами. И вот это как раз им, но они говорят, что это вроде сильно должно помогать, но, и вот я так понимаю, что это Лукашевич придумал, а парень, 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 доклад достаточно интересный, его надо отдельно рассматривать. Вот это, насчет интеллектуального анализа текста, там еще один был доклад, где ребята оцифровали документы, но, насколько я понимаю, документы формализованы, и они потом на основе модели ключ-значения пытаются вот извлекать оттуда информацию. обучают тоже, вот берут документ оцифрованный, берут, а, там еще и картинки есть и так далее, но это, это я хочу сказать, что это еще один доклад был про тексты, а в основном тексты, работа с текстами, вот то, что я сейчас сказал, на самом деле немного докладов сейчас, до этого были доклады, связанные с анализом текстов на основе правил, еще чего-то там, сейчас все пошло сюда в нейронные сети, хотя их, конечно, как видите, не хватает, приходится подключать и знания туда, вот, суперпонятия, иерархии, понятия эстезауруса, тогда все это вместе начинает уже хорошо работать. Вторая секция интеллектуальная данность и объяснимый искусственный интеллект, дело в том, что это сейчас модное направление, да, я имею в виду объяснимый искусственный интеллект, интеллектуальный анализ данных, в принципе, все доклады можно считать, что посвящены этой теме, и поэтому я как-то их всех сюда, все в одну смещал, ну, вот, Аверкин, например, он известный у нас ученый, московский, он занимался нечеткими моделями, ну, здесь у них речь идет о том, как здорово сделать, чтобы объяснения были даны в медицинских системах, в частности, которые ориентированы на конкретного человека, чтобы ему объяснить, что же там ему предлагают, почему его так собираются лечить, и здесь он пытался интерпретацию нейронных сетей, да, как-то вот, сеть приняла решение, надо это объяснить, ну, там выясняется, что просто обычные нейронные сети, которые сейчас популярны, они не очень для этого годятся, а есть некоторые нечеткие нейронные сети, в которых уже заложены какие-то там нечеткие модели, и тогда из них можно извлекать правила, вот, допустим, правила типа, если то, ну, с последнего слоя, наверное, да, вот там, обычно нейронные сети строят, они там сверточные, рекуррентные, а последний слой, где все это сворачивается, в одном уже, все эти тематика бы, конечно, да, нам бы на перспективу смотреть, и у нас развелось. Ну, да, дело в том, что, да, ну, мы же одно время занимались, потом прекратили, сейчас, может быть, стоит у нас, ну, вот, взять, допустим, там, мощнейшая система, допустим, даже простая вещь, игра в шармзе, да, ну, подобные вещи. Собственно, точно компьютер лучше, хоть, ты владеешь, чем человек. Объяснить, очень сложно. А человек тоже не всегда может объяснить. Ну, как бы показывают какие-то варианты, там, и так далее, а я не знаю, как в других случаях, когда вот вырабатывается какое-то важное решение. на БСМ6. Так он ее сделал на основе нечетких конкурентов. А, да, я знаю, он не говорил, а там, я как-то, может, говорил. Ну, да, я с ним... А он же остроен. Была проблема, что он никому не смог объяснить свой подход. Нет, он скрывал. И обижался, что его не понимают. Он не говорил. Все же есть. Нет, ну, тогда это еще только начало было этих... нечетких, я имею в виду, моделей. Да, 70-е годы же. Внимание. В 1770-е годы, когда его прошествия будут. Следите. Да, я помню, он на весь день загружал, и один ход она обдумывала целый день. Я это помню. Ага. Ну, и здесь, на самом деле, интеллектуальный анализ данных, это, я говорю, широкая область, поэтому тут много всяких разных докладов. Но вот второй, еще один доклад я выделил. Там интересно, что название у них, конечно, странное у ребят этих. Это Ульяновский технический университет. Гибридизация, антология. Они любят слово гибридизация, вот это, я, честно говоря, мне оно не очень нравится. Мы говорим интеграция, в чем разница? И вот тут они как раз, они занимаются в основном всякими временными рядами, нечеткими и так далее, анализируют их. И вот тут они попытались подключить еще, ну там, сейчас, сейчас модно это делать нейронными сетями, да, тоже. Ну, давно уже. А в чем задача? А здесь, чтобы объяснять. А я потом скажу, да, это хорошо, что да, да. Ну, ладно, и тут есть еще забежал, вот такой, он постоянно на прошлом, куда мы идем, типа, куда, говорит, придешь, да, что-то, куда мы идем с инклетом. Тут он говорит, три вопроса, адресованные товарищем, вещь идет о том, что считать хорошим набором данных, что считать хорошим языком поставления знаний, и что считать критерии какие для этого нужны. И вы, а третье, что же такое? И третий какой-то вопрос, но вот. Вот это он там все это рассуждает. Ну, ладно, я думаю, что мы тут, но, дыды, 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 у него такой доклад, абстрактный, оптимальный короткий классификатор, это он же посчитал, что короткий классификатор, который треклезнак, не больше треклезнаков имеет. Ну, там у него какая-то теория, я не знаю, для чего эти сексикаторы такие короткие нужны. это. На самом деле, три признака. Он показывает там, я так понимаю, что тоже, это диссертация. Да, и вот. Там у Спарцова что-то свои-то. Где Спарцова? Последняя седьмая работа. А, честно говоря, я это самое, я не знаю. Я, так как я не был на этих докладах, просто вот эти я посмотрел, это Спарцовкам в руки не дошли, Я зато посмотрел про COVID-19, про риски тоже там не очень понятно. Там она больше такая социальная статья, нежели научная. Ну вот это страшная статья Юсупова, оценка риска внезапной сердечной смерти с помощью метро-машинного обучения. Просто они набирают данные, ИКГ смотрят, и его смотрят с разных точек зрения. Ну и вот там находят какие-то участки. А, это исследование переобучения. Это на самом деле это аспирантка, вот там есть такой Виноградов Дмитрий Славович. Я так понимаю, что это он за нее все это делал. Речь идет о чем? О переобучении. Это вот есть Чин такой в Москве, Виктор Константинович Чин, он придумал ДСМ-метод. Этот метод, он фактически там машинное обучение, но они еще с милей ведут, это еще с 18 века. У них теория абдукция и дедукция, там используются примеры и контрпримеры, они них обучают. И вот как раз говорится, это они называют алгебрическим машинным обучением, то что используется вот этот метод. Ну, возможно, да, я не могу сказать. Ну, они, да, и они там доказывают теоремы всякие и так далее. И вот тут говорится насчет переобучения, что там фантомы появляются. Ну, есть как бы он переобучается и начинает врать. Ну, так будем говорить, да, выдает объекты, которые не существуют. Но это не доказывают, там, с помощью всяких там теорем, что это все не так. Ну, а какой выход, ну, я уж не помню там. Кстати, важная вещь. Переобучение это давно известно. Да, да. Там, в общем-то, грубо говоря, не нужно певер. Где остановиться там вообще, как бы, ну, мне по крайней мере не известно. Ну, я, насколько понимаю, там они как-то хитро идут, они идут с двух сторон. Суть переобучения, для тех, кто не понимает, в том, что, значит, ну, вот эта система, ну, например, неизвестная сеть, она просто запоминает все, все экземпляры, так сказать, в себе. И как бы вот на эти вопросы отвечаю стопроцентно. А вот на другие, оказывается, неустойчиво срабатывают, а ответы становятся, ну, именно странными, неправильными. Но тут-то не нейронная сеть, это другое похоже. А здесь то же самое, на самом деле. А какая разница, алкогографическая? Да, это не нейронная сеть, но здесь тоже, в общем-то, у них какая-то модель создается. Ладно, это нейросетевые, нечеткие методы мягких селения и вверения и уцеления. Это вот здесь доклады, вот самый первый доклад, он вообще связан чуть ли не связан, он с физической реализацией какого-то особого класса нейронных сетей, которые там используются для анализа лазерных всяких там, ну, короче, на уровне, на физическом уровне, я поэтому и стал читать, посмотрел, что, ну, и там они пытаются все это эффективно реализовать. Это вообще тематику туда врубаться надо долго. Вот, допустим, Голотков, к сожалению, он доклад этот не сделал, он как раз заболел, у него был доклад, гибридный алгоритм решения задачи размещения элементов электро, наверное, какого-нибудь, бывая, забыл, это перевести. Ну, оборудование надо разместить на доске, допустим, на самолеты, прикольные на доске, вот это два элементов. И они используют здесь гибридный алгоритм, основные генетические алгоритмы, это гонорожская школа. Да, почему сейчас важная проблема? Ну, они давно этим занимаются, но там в чем гибридность? Дело в том, что, оказывается, можно сейчас одна популяция генетического алгоритма, они там несколько популяций в параллель запускают, и между ними есть острова, они как на островах отдельные действия, потом соединяют. То есть, вот это, ну, там у него, правда, в докладе плохо написано про это, но я просто раньше слышал о том, что вот это гибридный алгоритм, достаточно интересная у них работа. Ну, это что, очень специфичная задача, что ли, я вот не понимаю. К этой задаче? Да. А тут размещение. Ну, по-моему, это более общая конструкция. Нет, это более, это называется биоинспирированные алгоритмы, да, да, они разные задачи решают, но вот здесь почему-то, ну, вот они здесь применили его. Ну, я понимаю, такая одна, они, у них такое задание. Ну, и вот дальше я, это вот чисто такие вот, что касается, вот ряд докладов связано с инструментарием нечетких моделей, вот они тут их исследуют. Правда, панул, он критика. Да, вот это что за? Вот это. Среди же актеры, критика в обучении с посредством. Критика это элемент методики или критикуется? Не, 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 это именно критика, да. Критикуется какой-то подход, да? Да, 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 критикуется, нет, не подход, а там именно в обучении идет критика. А, именно в обучении? Да, 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 это такая методика, да. Ну, я, к сожалению, доклад не слушал, я просто так когда-то о них. По крайней мере. Да, да, это можно посмотреть. По крайней мере. Да, есть такой подход. Ну, вот это системы нечеткого вывода, это Мамдани, несинкрутонная фазификация. Ну, честно говоря, я не понял, в чем здесь фишка. Ну, действительно, есть нечеткие правила, да. Они по-разному могут фазификация, дисфазификация. И вот когда фазификация идет, когда они четкие значения заменяют на нечеткие числа или на нечеткие множества, или функции нечеткие. И там начинается вывод. В конце концов, потом переходит к точным значениям и так далее. Ну, вот я не понял, в чем здесь такая особенность. Ой, я про все рассказываю, про... Ну, и вот, ну, тут вьетнамец про чай что-то рассказал. Какая-то формула по ней считала, как хорошо прогнозировать управление. Это на самом деле очень простой доклад, примитивный. Вот насчет небинарных нейронов. Я это, честно говоря, не смотрел, потому что это для меня как-то далеко. И я, тем более, не был на этой секции. А, нет, вернее, я был, но доклада этого не помню. Вот, ну, и вот последняя, это, Яхьева со своей дочерью Пальченовой, Вольгой Дмитриевна, доклад. Нечеткие модели, как формализация оценочных знаний экспертов. Вот здесь они с помощью нечетких моделей пытаются формализовать оценочные знания экспертов. Когда эксперт говорит, что, скорее всего, там произойдет, там, да, при таких-то параметрах, скорее всего, будет. Какая-то болезнь или еще что-то. Вот они вот эти вероятности фактически переводят в нечеткости. Которые, там есть субъективная вероятность, а есть объективная. Объективность это то, что уже произошло, а субъективное это то, как он думает. Да, вот это они пытаются формализовать. Ну, я не могу подробно про это говорить. Ну, доклад достаточно интересный, я его даже читал пару раз. Ну, как-то вот рассказать. Ну, я так понимаю, что Яхьева, это Гульнара Эрикона или Экерона. Она вот этим занимается. Может, ее докторская инсультация будет. Вот. Дальше идут прикладные системы. Здесь прикладных системах интеллектуальных. Здесь про все. Вот такие методы есть, они их использовали для решения конкретных задач. Вот, например, Виноградов. Гена, Гена, как же Геннадий. Он из Твери, по-моему. Они как раз занимаются тем, что пытаются интеллектуальные информационные технологии внедрять в армию. Каким образом? Ну, у него речь шла больше всего в докладе о том, что вот есть Wi-Fi. Везде стоят сенсоры, датчики на всяких... Чуть не на каждом снаряде там стоит, условно говоря. И вот это можно собирать информацию, стратегии разрабатывать. А, и там, что интересно... Это называется интернет вещей, да? И у них есть паттерны. Они придумали один паттерн, который говорит о том, как действовать. При таких-то условиях, как действовать, в какой ситуации. Вот эти вот паттерны должны помогать принимать решения, командиру там, разделения. То есть, на самом деле, доклад достаточно длинный. Но в основном он говорил про вот это интернет вещей, как он помогает в армии. Хотя стратегия тут... Не знаю, мне казалось, что стратегические вещи, они где-то выше. Вот. Ну, вот Грибова я про это расскажу. Ну, вот тут в криминалистике они говорили, да, интересно, как... Здесь вещь шла о том, о подделке подписи, да, криминалисты. И как можно распознать, что это не тот человек подписал, а другой. И там надо... А они смотрят на характер человека. То есть, речь идет о том, что они это не могут на 100% выявить. Но если вы хотите подделать подпись, чем такой человек, вам должно идти человека близкого по психотипу к этому человеку, и тогда его подделают, и все будет нормально. Ну, это я так, это я шучу, конечно. Но вот такая вот вещь. Там особой науки нету. Ну, вот в основном такая психология, да. Вот дородных компаний из города Иркутска. Это известная есть команда Юрия Нодородных, а Николайчук, это у них женщина, которая занимается покладными вещами. У них есть система, модельно-ориентированная система построения интеллектуальных систем, где они описывают модель. На самом деле это все отображается в продукционное правило. А, таблицы какие-то есть, решения, да, они переводят в правила. И потом строится система автоматическая. То есть у них такая полуавтоматическая система. И вот они как раз такую систему использовали, набрали большой набор процедентов, где какие пожары, какие условия были, как их решили. Это по Иркутскому области пожаров часто происходит в районе Байкала и так далее. Вот это они сделали такую полезную систему, достаточно замечательно. Ну а вот Катенко, это я про него говорил, который занимается кибербезопасностью. Здесь его аспиранка выступала, вещь идет о том, что они смотрят системные события, и их корреляция этих событий показывает, что какая атака может быть. Они могут это все предположить, что при такой последствии событий, да, какая-то кибератака сейчас идет или готовится. Самое важное предотвращать, да, она будет готовиться. Ну и вот тут они интересны, я уж не помню, чем же. Кибербезопасность, что они еще интерпретируемость, благодаря тому, что эти события как-то там описаны в онтологии или еще где-то, они могут объяснять, почему это. Тут попытка, ну еще не могут, но хотят объяснять интерпретируемость, чтобы было. Вот это интересно. Ну и Мазуров, вот это я, честно говоря, не смотрел этот доклад. Ладно, мы, ну тут еще есть ряд докладов, которые использовали, это, допустим, сверточных, нейронических, машинного обучения для разных задач. Вот, например, автоматизация анализа программного кода с применением методов машинного обучения. Опять же, команда из Кузяновска, во главе из Ярушкина. Да, для питона. И они на самом деле, я не знаю, в этой области программирования промышленной я плохо знаю, но это современное, оказывается, там есть понятие рецензента, да. Рецензент тот, который оценивает программу, там, по нескольким критериям, там, стилистика, ошибки и логические ошибки. Вот, это вот они, как бы, с помощью машинного обучения, ну, там, сеть настраивает, точность, не помню какую, и вот она анализирует код и так далее. Я хотел вначале рассказать про эту систему, потом понял, что я уже не открываю. Вот, ну, здесь еще, ну, остальные доклады... Да, вот по поводу последних докладов, это оцифрованные документы, как они с помощью нейронной сети пытаются, там, извлекать информацию, понять, какая часть относится к чему, вот, допустим, подписи какой картинки, потому что они расположены на листе, ну, и вот они обучают, закладывают в машину оцифрованные документы, и как должно быть, что из них должно быть извлечено, и вот таким образом сеть обучают. Ну, а про остальные, вот Рыбина, это у них большая технология, им они каждый год все это рассказывают, но, честно говоря, мне кажется, что они не понимают, что такое антология, я вот сколько с ними разговаривал, та же самая Рыбина, хоть она уважаемая там, да, мам же? Ну, вот как-то мы с ними здесь не это самое, друг друга не очень понимаем, но они когда-то использовали стандартные западные технологии, и потом, когда их отручили от них, они стали свое придумывать. Ну, мне показалось, что как-то подход вроде к нам близкий, но они понимают антологическое пространство знаний, это что-то свое у них там, не знаю почему. Ну, а интеллектуальности, а, это еще одна, чем они отличаются, две секции, 4-ая, 5-ая, не очень понятно, но здесь речь идет о том, что, видите, опять то же самое, здесь конкретные прикладные, как бы, вещи, прикладные задачи решаются, вот, но, частный, тот же Борисов, я его рецензировал, доклад, там логистическое решение на основе генетической кластеризации, они что-то, по-моему, дали, интересно, что у них генетическая кластеризация используется, хотя, на самом деле, у них сначала кластеризация используется, а потом генетический алгоритм не применяется, ну, вот просто я говорю, какие-то такие названия, но из этих докладов всех выделяется доклад Городецкого Владимира Ивановича, который вообще-то... Прогласовый звучит. Он звучит, как... Да, почему-то его не вставили в пленарный доклад, потому что звучит отдельно базовый тренд, я, к сожалению, не мог присутствовать, я там договорил, но он мне дал свою презентацию, мы с ним беседовали, я потом скажу, что Владимир Иванович, я надеюсь, что у меня получится. Ну, ладно, ой, тут еще ряд докладов, ну, это... Вы можете потом... Да, 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 задач много, просто... Главное, выделить какие-то основные задачи. Да, да, да. Ну, есть тут люди из Ленинграда, во главе с Колесниковым, ой, как его говорит Александр Васильевич, ну, я, честно говоря, их доклады не очень понимаю. Да, 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 да. Да, 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 да. Вот у них какие-то такие... Надо с ними как-нибудь познакомиться, для школьного образования строят антологию, они строят полилингвальную антологию, то есть она три языка, русский, английский и татарский, соответственно, для школьного курса планиметрия они делают, и они учитывают специфику обучения в разных странах, и вот у них... В чем тонкость? А, я потом скажу, да нет, там есть тонкость, да. Она, она с одной стороны связана с... Просто разные термины. Да, я связана с языком, а с другой стороны связана со страной, там, их традицией. Ну, ладно. Вот у него в антологии что интересно, есть проекции в антологии образовательные, образовательные уровни и пререквизиты. Ну, тут понятно, что... Ладно, это я пропускаю. Вот самым трудным является построение предметных антологий, которые применяются для поддержки функционирования обучающих систем и технических курсов. Они считают, что это очень сложно. И вот антология, она предназначена для встраивания в школьные математические курсы и также для организации учебного материала. Так, это про это здесь было сказано. Она решает задачи, позволяет автоматическое тестирование знаний, автоматическая рекомендация образовательных материалов в соответствии с планом и тематическое анонтируемое учебных материалов. А у них, например, планометры что-нибудь рассматривалось? Потому что планометры очень такой простой случай. Дело в том, что они просто на примере планометра идут. Вообще у них есть антология математики вообще большая. Ну, они оттуда, я понимаю, вынули... А у них математика общая есть. Там отдельная система. Нет, ну, здесь речь идет о планометрии, которая седьмая и девятая класса. И в Великобритании аналогичный курс. Вот они попытались и дидактически поддержать, дидактические отношения для задания подводительных требований. Ну, ладно, это я скажу так. Сейчас я быстренько... Дело в том, что так как она у них еще и лексическая антология, они позволяют автоматически извлекать информацию. Тут речь о чем идет. Терминология русская и татарская близко, потому что татарский это перевод калька с русского, да? Перевод. А вот с английской, с английской там не так, да. Дело в том, что в английской там они немножко по-другому планометрируют. И будут такие объекты, которые, например, даже не знаю. Вот тут мой пример, ты видишь. Это очень опасно. Да нет, просто... Ну, они же на острове там живут, у них свои традиции. Ну, вот, например, смотрите, особенности какие. А, там важна последовательность изучения. В школе-то как-то изучать, да? Что надо в определенном порядке вводить последовательно базовый уровень. Потом нужно учитывать уровень подготовки учащихся. И вот особенности русского, английского языка. Например, высота, это хейт или аттитюд, да? Круг, это сёкол или диск. То есть там надо понять, несколько вариантов. У нас один, а у них там несколько может быть. И, допустим, у нас нету такого дельтоида в школьной программе, да? А у них есть, допустим. Дельтоид это угол, дополняющий до глади 90 градусов. Ну, там пикет такие возникли. Проблемы, вот они говорят. Ну, это тоже так, для интереса, да? И есть две проекции на русском языке и проекции антологии на английском для Великобритании. И они связаны через единые концепты и так далее, геометрических понятий. Через те понятия, связанные, которые есть в обоих антологиях. Есть ещё образовательные уровни. У нас это классы, 7, 8, 9, там, и так далее. А у них это Key Stage 1, Key Stage 2 и так далее. И вот этот каждый уровень включает в себя концепты из нижнего уровня, да? Который находится нижнего уровня, и так далее. То есть это базируется на этом. Ну, тут так. Здесь несколько уровней лингвистической. Так, что тут важно ещё сказать. Да. Да, уровень предметной антологии среди концептов предметной школьной математики. Концепты, связанные с внешними ресурсами, что интересно. Линг-опендейта и с ДБПД связаны, и антологиями, которые известны. То есть они интегрируются, кстати, в мировое пространство, в открытые данные. И то есть на самом деле они могут быть связаны с другими антологиями, другими ресурсами. Ну, это вот структуры антологии обычные, иерархии объектов. Вот у них есть материализованные отношения. У нас предыдущих слайд, вот это раз ДБПД. Да. Каким образом там может быть? ДБПД нету, по моему определению. Да. Могут быть, каким обычным построением, да? А там же, ну, конечно, линг-опендейта там всё есть. Понято, да. То есть определение, где она связь. Да, из-за того, что они антологию строят на базе антологии УФО, она легко интегрируется с теми... И аж, ну, понятно, они могут предложить вопросов, а они при этом могут захотать уменьшись. Запас. Ну, понятно, научная значимость, она может быть, так сказать, каких-то... Ну, дело в том, что там доклад достаточно был большой, она перебрала, конечно, время, но... Конечно, спросить у неё про это. Это вас нам спрашивают про всякий опытный кризис, ну, с антологией. Кстати, а кто выступал? Извини, Юрий Алексеевич? Она выступала Ольга Авегировна Невдорова. Понятно. Ну, она выступала онлайн, и как-то это было не очень удобно, потому что мы сидим в аудитории, она онлайн выступает, и подойти с ней поговорить нельзя было. А сейчас будет... Сейчас будет... Ну, тут материализованные отношения, вот те самые многоместные, да, которые мы говорим, что... Как концепты они представляются, эти отношения. Ну, это ладно, здесь вот какие есть концепты, всякие аксиомы, теоремы, задачи, планиметрии, отношения тоже, в общем-то, понятны. Вот есть отношения, которые называются пререквизиты, отношения образовательного уровня, отношения внешних ресурсов, страны, почему-то шестёрка стоит. Так, вот сеть точек зрения, она, онтология содержит утверждение, привязанное к отдельным точкам зрения. Точечки зрения используются на... Форме метров, значит, зрения? Сейчас. Ну, точки зрения, я так понимаю, что их много, но в данном случае это есть определение, один и тот же концепт может иметь разные определения, в соответствии с разными точками зрения, определения разные. Точки зрения, они, видите, шаблон проектирования, я, честно говоря, не помню, description and situation, и базируется антология с него. Вот я так понял, что у них разные точки зрения. Так. Просто на разном образовательном уровне ты можешь отвечать на то же самое. Я так понимаю, что, грубо говоря, хороший учебник мог бы быть в области паниметра. Можно поспорить, какой правиль мне представляет человек, что он учебник. Ну, у нас одновременно. Нет, они-то для поддержки процесса обучения и в каком порядке. Как поддерживать процесс обучения с помощью этого учебника? Есть индивидуальная трактория учеников? Ну, вот они про это не говорят, но я, насколько понимаю, что, не, наверное, у них... Там было еще четыречисленные задачи. Да, ну, дело в том, что... Один из возможных вариантов, а там, да, она... Ну, там, видимо, можно встать на какую-то и выбрать точку зрения. Ну, правда, не очень, может быть, четко здесь сказано. Так, внешние ссылки, а пререквизиты, это что, зачем нужно изучать? Как что, от чего зависит? То есть, сначала точку изучить, потом луч надо, потом угол, потом прямой угол и так далее. Вот эти пререквизиты, это у них как раз есть порядок изучения контента, концепта в реальном образовательном процессе. Ну, это уже как бы педагогическое мастерство. Ну, дидактическое. Нет, это тоже в антологии у них. Это у них все есть. Здесь, здесь... Ну, с одной стороны, да. Ну, либо явно указывается, либо это по уровню. Каждое следующее понятие, то есть, это пререквизиты. Ну, да. Ну, как-то вот у них такое... Так, инвестивский уровень, это ладно, можно опустить. Это уже они говорят. Ну, я хочу сказать, что, конечно, с докладом, он достаточно большой, если не надо было, конечно, более аккуратно, может, работать, выделить. Я как бы попытался дать общее представление. Насколько МТМС развивается по времени? Ой, много. Ну, я думаю, больше... Это стагнация, по-моему. Почему? Они делали математику общую, и они... У них там вопрос, как сказать, информационная система, которая позволяет там находить по каким-то... Ну, допустим, теоремы там о чем-то, да? Не по названию теоремы, а по каким-то... Даже по формулам можно было найти какие-то теоремы. Да, у них это отдельно, это другая работа. А сейчас они... Результаты для ученика. Ну, и для студентов... Не-не, это на самом деле там... По включим словам раз. Это не для школьников, да, да. Там много чего было. А это да, они стали... Видимо, у них заказ поступил, это мастерство образования, они делают. Я, к сожалению, не успел у него выйти. Там, кстати, надо посмотреть ссылочки, есть на... Ладно, давайте про эмоции пациента. Речь идет о том, что считается, что тут написано, что вербально человек передает только 35% информации, а остальное не вербально. Это вот голос, мимика, голос именно несодержательный, да, голос. Целодвижение и так далее. Ну, и вот как раз вот эта задача, которая здесь решалась, классификация эмоций пациента, они учитывали две модальности. Это мимику его и голос. Ну, и вот в качестве данных подается видео со звуком, в котором присутствует лицо человека. И выходные данные, это отнесение класса, говорится, какая эмоция. Там, страх, там, радость, там, удивление и так далее. Я там потом покажу в конце табличку, да. Ну, и вот получается, это, по-моему, 6 сегодня эмоций. Ну, и вот, ну, и вначале извлекается аудио, из аудио и по смысл кадров записи. То есть кадры, они на кадры разбиваются, это и потом из аудио извлекают. Ну, видимо, она каким-то образом учитывается. Потом эти данные обрабатывают предварительно и классификация. Вот модель классификации, это, это есть нейронные, там, там, совокупность нейронных детей, которые, значит, по вот этим вот признакам пытаются отнести к классу. Да, здесь есть признаки лица, есть имел спектрограмма. Это вот как раз голос отражается. Тут вот написано у меня, что такое имел спектрограмма. У меня уже, это, уже времени как бы мало, да. Ну, и класс, да, эмоции выдает класс. И потом эти все модальности объединяются в один ректор и система выдает класс эмоций. Здесь у них две рекуррентные подсети и выход этой подсети объединяется и подается на полно связанные слои заклассификации. Ну, и вот я много не буду рассчитывать. Вот здесь говорится, что у них точность, в основном точность и полнота примерно одинаковая, 77%. Ну, на самом деле, не так большая. Ну, ладно. Ну, и вот здесь у них, видите, как забыла, не злости, что там. Все, все диты, там, спокойные, я забыл, что это означает страх, счастье, там, грусть, там, удивление. И вот это вот такие анимации, шесть штук. У них там было еще какая-то, они ее объединили. Это на обучение на конкретном персонажи? Нет, там у них... Обучается, а нужно сразу определить... Они, сеть обучалась, там они очень разные, использовали архитектуры сетей, да, и вот выбрали вот эту рекуррентную сеть. Я понимаю, но само обучение, оно делается на один, а применяется... Естественно, да. ...на конкретном, так сказать, ситуациях. Ну да, так, как обычно. На одних обучают, на других... На одном, оно тоже можно было бы... Ну, может быть. Ну, видите, тут очень много... Тут, на самом деле, вот у них там разные варианты, они какие-то путали эмоции, но здесь вот более-менее разделено. Это вот одна из лучших. Ну, там есть вещи, которые, например, путаются, да, люди. Ну, там я просто говорю... То есть, в основном, мимика, да? Нет, почему? Мимика и голос. Класс, что-то... А вот это они не говорят. Что дает больше, что дает... Ну, по-видимому, каждый человек, когда он как себя ведет, кто-то лицом выражает, а кто-то голосом в голосе. У него лицо может быть такое каменное, да, а говорить он может вещи. Звал, звал. И так далее. Ну, ладно, это я просто говорю, что вот они нейронные сидят. Четыре картинки у них не было, к сожалению, я бы показал вам картинку. А вот это у них куча табличек, вот на разных моделях, какие у них там получаются. Это одна из лучших у них картинок, табличек. Это ошибки, да, вот показывать, где ошибки. А вот особенно вот это спокойствие, у них очень хорошо определяется. Допустим, злость уже не совсем... Ну, какие-то вещи, они действительно не всегда определись. Сам человек не может всегда определить. А здесь вот они на обучение. Да, ну, и они, естественно, питон использовали, в библиотеке Тензорфлору, Керас этот. И еще извлекали медиапайп. Стандартные все программы использовали. Ну, вот они... На самом деле, доклад достаточно большой. По поводу вот этой, конечно, интересный доклад. Дело в том, что аннотирование текстов, оказывается, это до сих пор еще документов, оказывается, очень востребованная задача. Помню, мы еще лет 20 назад здесь этим занимались со студентами еще в ВТИ. Помню, Берс еще выступал. Он все знают, как аннотировать. Правильно аннотации составлять, помню, тогда выяснилось. Выясняется, что до сих пор эта проблема не решена. И там проблема в том, что есть два вида аннотирования. Это экстрактивное аннотирование, когда мы выдергиваем просто отдельные предложения, и получается аннотация. И есть абстрактивное аннотирование, когда может быть перефразирование, обобщение предложений уже, более такое продвинутое. И это абстрактивное аннотирование, если мы сразу аннотируем аннотацию, даем нескольким документам, она позволяет как-то учитывать эту взаимосвязь документов. То есть одна и та же новость разными людьми передается, разными авторами. Правда, они могут не то говорить, но мы когда объединяем, получаем что-то обобщенное, что-то дополняет что-то. Ну, это вот они как раз про это говорят. Ну, это как бы, можно такую задачу поставить, она вообще решается? Ну, вот они все решают, много решают. В частности, добро, это, кстати, СМГУ, потому что... То есть, если вот просто экстрактивное, там, ну, как бы, можно предположить, что смысл текста не утерян, поскольку те же самые предложения. Вы правда, да. А в абстрактивном, может быть, просто утерянном, да, да, да. Там как раз, как раз они говорили, для того, чтобы вот абстрактивное аннотирование делается так же сейчас на основе нейронных сетей. Но там проблема в том, что чтобы выборку подготовить, данные, да, подготовить, это нужно очень коллекцированных экспертов, много сильно затратных и так далее. Поэтому вот они сделали попытку автоматически автоматизировать процесс построения, этих аннотаций. Ну, если текст доколоский, то экстрактивное, наоборот, полнотенитация. Общение между стройками, Нет, подожди, но про это давайте не будем. Там речь, допустим, про новости. Обычные новости. Или научные новости. Обычные новости. Научные новости. Да. И вот на самом деле строится... Да, и там проблема, вот, вы зайдёте, правильно говорить, вот эти экстремы... Дело в том, что надо, чтобы он не перебирал, вот, когда мы делаем абстрактивный, там, когда они, значит, начинают перефразировать, смысл может поменяться вообще. Он же неправильно. Надо, чтобы не уйти далеко от фактов, да. Вот это тоже проблема. И вот они как раз придумали, они псевдоаннотации генерируют, которые похожи на аннотации, которые эксперты. Вот у них такой метод. Нет, но надо сначала на тропу, когда сворачивать, а потом её озвучивать. Вот эти, говорят, метрики, которые только на основе статистики. Вообще, на самом деле... Смотреть более сложная, чем... Да, да, да. Да, экстрактивные вообще, говорят, там есть один самый простой подход, перевернутая пирамида. Это когда мы просто берём первые предложения. Считается, что первые предложения наиболее значны, остальные всё дополнение. Вот такой есть подход. На генетических терминах. Это не всегда. Пусть... Да, да, да. А допустим, в новостях или в каких-то... Всегда ты читаешь аннотацию там или введение, а там всё коротко сказано, а потом уже расширяется. А где здесь? Они говорят, что вот эта вещь такая есть. Но дело в том, что тут я хочу что сказать. Важно... Да. То есть статистикой... Можно на основе статистики наиболее употребляемые слова там часто и так далее. Это всё. Но вот они говорят, при аннотировании новостных кластеров важно учитывать интегрированную информацию всех документов кластера. И предлагается вот метод получения аннотации, который называется... Кластер Волос. В нашей лаборатории есть Юра Платонов. Он довольно... Со своей супругой, она была аспирантская машина. Разработали довольно интересную систему. Именно вот аннотирование русских техник. При этом они залезли в грамматику русского языка на уровне, так сказать, школьных учебников. Учитывая себя. Как-то надо будет восстановить на выступление, потому что мне кажется, что это направление для нашего института могло быть продолжено. Не знаю, интересно. Но вот этот метод Кластер Волос, он предполагает, что текстовая близость документов должна отразить близость представленных в новостях наборов факторов. Дело в том, что они здесь спускаются до фактов, в новостях там. И вот они с помощью троек стандартных, типа РДРЖ, да, похожих субъект отношения, объект они называют. Есть инструменты, которые позволяют извлекать такие... И вот они... И вот предполагается, что кластеры документов образуются... И на основе вот этих фактов они кластеризуют документы, да, их в один кластер собирают, документы, которые относятся к одной, допустим, новости, к одним и тем же данным. И они... Есть некоторое ядро множества фактов, которое присутствует во всех кластерах. И расстояние конкретного факта до ядра отражает, насколько заинтересовано сообщество авторов и читателей в нем. Чем ближе к ядру факты, самые близкие к ядру факты были оценены большинством авторов как значимые, поэтому являются основой объективной аннотации. Отдаленность... А почему? Ну, они ДБСКН там используют для кластеризации. Алгоритм кластеризации вполне... Представляете, задача... А у них факты... Чем больше фактов, грубо говоря, совпадает... Да, так, к примеру. Да, когда все факты. Ну и вот... Тут у них получается... Дело в том, что вот когда они берут один документ, они смотрят факт, и этот факт, если он встречается в том или ином виде других документов, считаешь, что шмел поддержку этого документа больше. Почитает поддержку этого документа другими документами, да? Ну и таким образом они устанавливают некоторый порог, и когда вот объединяют вот эти предложения, в которых наибольшая поддержка, они ее берут в аннотацию. Таким образом. Может быть, даже перефразируют. Вот какие документы поддержали это предложение в соседние дозы? Они учитывают именно кластер, набор документов, не отдельный документ, а не аннотируют. Ну вот я... И получается... про это совпадение факта, то есть там же как бы без лингвистического дополнения это же не будет работать. Вся эта самонимия. Естественно, естественно, да. Только в паре с языковым анализом. Нет, здесь очень мощный анализ идет. Получается, для Таймс получается одна аннотация, а для, например, Рео-Новости может противоположная. Почему? Потому что факты противоположные будут использоваться. Это абсолютно факты. А, не, ну, а чужие? Да, и тут речь идет, вот написано, что мы подбираем предложение, которое содержит данные факты, и получаем некоторую аннотацию. И вот порог, когда мы устанавливаем, чем порог там ниже, тем у нас детализация будет больше, выше, короче, документация. И тут интересно сказано, что для документа источника, ну, исходного, такая аннотация будет экстрактивной, потому что прям те предложения, да, а для других документов кластера аттрактивной. То есть там таких может не быть фраз в том документе, а появится в аннотации. И они говорят, что документы кластера голосуют за предложение в других документах, и это определяет название метода кластеру. Ну, и вот они, ладно, я тут подробно не буду, но я хочу сказать, что... По-моему, здесь уже, если все-таки сведено до фактов, то уже, как бы, сформулировать эти факты можно в любом языке. А это уже, да. Соответственно, это не будет изъятие отдельных предложений. Не, ну, в принципе, ну, в принципе, как он называется? Абстрактивный. Ну, да. Ну, они тут использовали разные модели. Трансформеры, да. Это, на самом деле, большая работа. Вот они сформировали коллекцию на английском и русском языках, которая называется Telegram News TV. И эксперименты показали, что вот эти документы, которые формируют с помощью этой коллекции, да, схожие экстрактивные характеристики с такими известными наборами данных, как CNN, Daily Mail, есть такая известная набор датасет, на котором обучают, да, а при этом они обладают более высокими показателями фактической достоверности, то есть воспроизведением аннотаций именованных сущностей исходных текстов также и к связи. Дело в том, что как раз именно именованные сущности там извлекаются, они фактах присутствуют, да, то есть вот такой глубокий анализ лимфистический с одной стороны, с другой стороны вот этот подход. Ну вот они этим хвалятся методом, не знаю, кому-нибудь они его продали, я так понимаю, что москвичи МГУ, они не работают просто так, ради науки, они там заказаны на правительство Москвы выполняются. Система в знаме часто не делается разделение вот этих именованностей этих самых сущностей. На самом деле есть классы, а есть экземпляры классы. То есть есть понятие город, а есть конкретный город, Москва. Ну вот конкретный город это именованная сущность. Дело в том, чтобы не потерять. именованы в таком смысле сущности. А, ну не, но речь идет о том, что там действительно в реальных фактах там реальные сущности должны использоваться. Не просто абстрактные города, а вот именно вот как раз они говорили. Я просто про то, что не всегда делается граница между данными и знаниями. Вот можно рассказывать про устройство страны, что состоит из городов, там, деревень, там и так далее. А можно еще что, а какие города? То есть это знания, но вот на уровне сущностей работа с классами едва с землями. Ну вот в данном случае они приводят пример с этим СНН, да, по-моему, там Примор приводится пример, из-за того, что они не учитывают такие именованные сущности и факты, у них там получается какая-то новость, для них все равно, что Новая Зеландия, что Ирландия. Получилось. Допустим, ты когда читаешь, тебе важно, да, где это в Ирландии там прошел футбольный бас и они тебе там раз пишут про Новую Зеландию. Ну вот они приводили пример, что у них каких-то каких-то не может быть. ладно, а вот то есть фактическая достоверность. Давайте я еще быстренько. Вот гибридизация онтологии нейронных сетей. Я коротко скажу, в чем тут проблема поиски, обнаружения аномалий временных рядов. Ременного ряд, он какой-то процесс описывает, допустим, на нефтяных точках или еще что-то и там есть когда анабалий какой-то сплеск или наоборот падение, и вот этот момент нужно зачечь. Это на самом деле там мы получаем значение, но дело в том, что если использовать универсальные подходы, то там получается, что в одной предметной области это нормально, что бывает иногда там всплески, а в другой это ненормально. То есть надо понять. Поэтому там используется онтология, чтобы понять в каких пределах могут быть эти величины, что является плохо, что такое хорошо. Поэтому речь идет о том, что вот всякие подходы для распознавания аномалий с учителем, без учителя, частично с учителем, когда мы говорим только, что вот это хорошо, а все остальное плохо. Либо полную выборку даем для обучения, что хорошо, что плохо и так далее. Но не всегда это возможно. И вот они, ну я не знаю, насколько это все у них хорошо, речь идет о том, что они строят такую вещь, они строят такую вещь с помощью нейронной сети, вот здесь, вот здесь, LSTM-сети, всякие разновидности их, этих LSTM-сетей, они с помощью них распознают эти аномалии. Я картинку не поместил, да, и есть еще антология, которая описывает предметную область, и есть правила, которые говорят, что это на самом деле аномалии. Вот эти правила, например, вот здесь, они говорят, что если там какая-то константа достигает такого-то размера, то это есть аномалия. Ну то есть, ну в них примитивно там правила написаны были, для меня что интересно, что вот они сочетают нейронную сеть и антологию, ну что в антологии, а то, что выдала сеть как за аномалию, эти объекты порождаются в антологию, заносятся экземпляры, да, а потом антологии уже проверяют, действительно это аномалия, фильтрация есть какая-то, или нет? Для данной подметки, вот это, суть подхода в этом состоит. Ну я думаю, что Александр Гуич, понятно. Нет, нетривиально. Да, нетривиально. Они чистят антологию от фактов, перед каждым запуском, потом туда аномальные факты заносят, которые с точки зрения нейронной сети, да, естественно там используют все эти библиотеки, там питоновские, и потом уже в антологии а задача у них здесь была сказана, вот видите, тут есть, картинки есть, а это для буровых вышек, они проверяют измерения гамма-излучения, индекс пористости, кетрафизики, еще какие-то измерения удельного сопротивления, там, ну да. Ну да. В других правилах они результивные понятия используют, быть, родителям такого типа, необычных использований. Я не знаю. Здесь вообще обработка сигнала, там было аналог инфекционного правила, на ССВР. Да, ССВР, ну это то же самое. Нет, нет, самой антологии могут быть и раньше, конечно. В антологии да, а вот правила. А правила на основе антологии пишутся, там те же концепты и те же отношения. Ну и вот что? Ну, они что говорят, что он показывает 80% точности для нефтяных даёт результат, но они говорят, что, в принципе, можно сеть ещё подкрутить, но дело в том, что их подход позволяет учитывать спиртные мнения. Что они определяют? Ну там, если выпадание за какой-то диапазон этих тревогов, то там может быть довольно высокая какой-то фон был с одной характеристикой, а потом вдруг изменилась именно такая частотная характеристика. А, ну то есть контекст использовать историю, под историю, да? Я не уверен, что это у нас. Не, они по-хорошему взяли две предметные области и показали, да, что в этой вот это аномалии, а в этой не аномалии. Они этого не показали, к сожалению. Да, ну это любопытно. Вот по поводу Грибовой, они с помощью своего этого самого, они делают тренажеры геологической обратной связи. Они с помощью своих редакторов описывают, у них есть программные ресурсы, это вот решатели, и есть модель виртуального тренажера, которая описывает онтологию оборудования, описывает базового состояния, карты пользы, козовый пользователь один написан, исследования, на что они человека исследуют, виртуальную среду описи. Серьезные цифровые модели движения. Да, 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 да. И биологическая обратная связь, это вот они учитывают его, дело в том, что они там человека испытывали монтажника-высотника, вот ему создают ситуацию, как будто он стоит на высоте и к нему обвешивают датчиками, и он как он себя чувствует, да, и они смотрят, когда уже выключать пара, чтобы человек инфаркт не получил, и они смотрят, и таким образом они его в конце концов готовят этих людей, вот они как раз Грибова сама рассказывала, кстати, вы знаете, что Грибова член-корреспондент Раду? Да, летом сделали, молодой член-корреспондент. Так что вот они, она вот как раз поясняла это все, и вот это в них все на основе онтологии, и называется слово такое иммерсивные виртуальные среды, это те среды, которые полное погружение человека допускают. Насколько я понимаю, что у них там какой-то есть заказ, что у них полностью дают для тренажера это все оборудование, вот, ну и вот, и вот это как раз их платформа облачная для построения интеллектуальных систем и тренажеров, она у них используется. Горячая, они еще для подводников там что-то делали, они же там обводные работы. Ой, вы знаете, сейчас я, давайте буквально пять минут я скажу про Городецкого, он сейчас работает в Иврике, он ушел из института, когда там пенсионеров стали переводить на полставки, обиделся, он работал с Пейран, института академической информатики, автоматики Российской Академии Науки, он там за Влад был, воспитал Картенко, этого доктора Науки, и вот он, и он все занимался раньше анализом данных или это Маймин, и большой специалист по мультиагентным системам, вот как раз Игрошуцов когда-то наш познакомился, и вот потом мы туда ездили, с ними общались, вот, и вот он говорит, что о том, что сейчас, мы до сих пор говорили про два интеллекта, ну, другой, символьный, там, нейросетевой, киберметический, да, а он говорит, еще и здесь децентрализованный интеллект, которым мы сейчас уделять мало внимания, хотя, эти, крупный масштаб IT-приложений, он, IT-приложения современные, они имеют мультиагентной системы или что-то больше? Это больше, он просто говорит, что мультиагентной системы, да, ну, на самом деле, конечно, без, сейчас, тогда я быстро скажу, это готовили искусственный интеллект, что будет завтра, ладно, тут у него обзоры всякие, какие задачи решаются, это известно, мы про них говорили, да, с помощью искусственного интеллекта, это все централизованный искусственный интеллект, это машинное зрение, обработка речи, естественного языка, квадрикация, такого, да, но он говорит, есть потребность таких децентрализованных приложений, которые, это вот военные приложения, космос, вредные среды, природные катастрофы, которые сейчас плохо, это все, это самое, и здесь говорится, сейчас много пишут, говорят, про децентрализованный искусственный интеллект, вот, и здесь он говорит, важно отмечает, какие есть новые точки развития, это вот парадигма периферийных вычислений, централизованный, децентрализованный бизнес-сервисы всякие, потом новые концепции организации выпыта, веб-3, не знаю, слышали или нет, и концепция метавселенной, это гибридный мир, понимается под этим, потому что существует естественное взаимодействие сущности как физического мира, так и сущности киберпространства, ну, не знаю, это вот периферийные вычисления, это когда вычисления прямо на узлах выполняются, да, обработка данных, это позволяет, ну, это, по-моему, я где-то уже, где-то, мы уже это слышали, и это позволяет повысить эффективность вычислений, затраты уменьшить, унизить нагрузки на каналы и энергопотребление, ну, и область приложения интернет вещей и 5G технологии мобильной связи. Это вот слишком, по-моему, общая расстояния. Да, понятно, да, централизованные бизнес-технологии, мы это тоже, ладно, это пропустим, а тут интересно у него веб-3, это веб-3 концепция, это когда имеет она не децентральность, как сейчас веб, а децентрализованный доступ, для того, чтобы гиганты, эти монополии не могли нам перекрыть кислород, да? А я не знаю, вот в чем тут фичка, может быть, в том, что это как-то не так организовано хорошо, не знаю, почему он говорит, что надо. Ну ладно, это веб-3, экосистема, да, ну вот он считает, что без веб-3, дальше, вот в этом, та же метавселенная, где мы пытаемся расширить киберпространство за счет цифровых двойников, виртуальной реальности, чтобы создать виртуальный мир, параллельный районному миру и так далее. И в основном решение задачи это предсказание и как там прогнозирование, да, он считает, или задача решает. Ну вот, здесь появляются цифровые двойники, нужно их создать, аборигены, аборигены, это, это люди, на самом деле. Ну, мне кажется, что здесь слишком такая общая сложность. Ну, вообще, да. Бежит, какая-нибудь интересная теория, на... Да, ну, нет, ну, понятно, да. Да, и децентрализация это единственный способ организации вот такой метавселенной. Метавселенная это перебужина, и первая. Да? Он здесь его использует, зато уже в этой области тоже как-то. Наверное, я слышал уже где-то. Вот, как бы, распределенная фигура. Теорическая система, это понятно. Целая фирма фейсбук переименовалась мета. Ну, да. Сейчас я, я, да, и здесь речь идет о том, что вот эти сетевые структуры, они нужны, потому что всякие двойники, они же где-то распределены, где-то пространство существует, это какая-то сеть, топология, поэтому должен быть децентрализованный спешный интеллект. Ну, и вот он считает, что реализация этого всего должна быть на основе мультиагентных систем. Это его конек, я так понимаю, что он продвигает, и дальше он говорит, что это безальтернативная архитектура. И он показывает, какие у них работы были в свое время, они на этом делали, спеи ранее там, да, вот, и у них большие достижения, например, управление движением воздушного транспорта они делали, для Матрида, по-моему, и так далее. Ну и... Все, я заканчиваю. И вот, ну ладно. У кого-то есть такой важный вопрос? Да, вот, давайте, потому что у нас времени уже нет, да, практически, но... За пару минут, если... Да, какой-то важный. Списочек, списочек. А, списочек, да, ой, я виноват, я все же увлекаюсь, и... Я даже записал, они, они, они бы ушли уже. В Городеске, а есть свобода распространенная версия оболоски оболоски? Или кто коммерции такой? Нет, у них была, ну она уже, я думаю, устарела, у них была такая, они говорят, что теория у них была. Когда оболоска была на создание оболоски? Это была библиотека, да, называлась что-то там Эджент, Билл, или Билл Эджент, что-то такое. Мы даже ее использовали. Любые пространственные секунды распределенные построения клиент-серверные можно называть мультиагентными, потому что все равно... Нет, там мультиагентных, там интересно у них задачи кооперирования, когда они кооперируются, чтобы решать общую задачу, это самое трудное. Я знаю, но... Клиент-серверная, она централизованная. Нет, это формализация. Нет, у них есть какая-то... у них есть куча... Выпускалось книжек, по-моему, кодидностям, на нас до сих пор и теории. на уровне... на уровне распространения, ну, то есть, если процесс распродается, ну, это понятно. Но вот, если бы вы не решили, я не буду обрабатывать, что это... Принято, это интерес. Вот, там всякие специфики, знания, вера, цели, могут быть... Да, активные, проактивные, они могут сами... Дело в том, что вот самое... Не, ну, популяр... Вот, по крайней мере, известная в нашей стране, это была фирма Маджента такая, сейчас она по-другому называется, по-моему, генезе знаний. У них своя была мультегидная система, которая позволяла там тысячи, десятки тысяч червен, как создавать. Специализированные, типа там, муравьи на здоровье, там, решать, это... Понятно. А вот, что более муфициальное, это, что вообще надо делать та общность постановки, которая... Не, ну, в частности, вот эта мульти... Которая маджента, их система использовалась для... Она... Они, в основном, делали... Зачем зарабатывали? Логистик... Система логистическая. В частности, у них сделана система доставки грузов на МКС планируется с помощью этой системы. А там грузы, да черта, и надо их упаковать, да, одну тонну, там, или две. Задача... да, и в них агенты, они между собой обмениваются, они продают, как мы называем, торгашеские. Это большее область распределенно, параллельно, почти. Нет, это распределенно, но не параллельно, я думаю, распределенно. Нет, нет, вот этот самый, критерий, это совместное решение одной задачи, причем, совместно... А, вы же сейчас по распределению, а вот какое-то представление, оперативное, что ли, ну, вот чем характерно в нашем представлении МК-1, мультиагентное решение, другие системы тоже можно назвать мультиагентное решение, потому что до 100 агентов это что такое, ну, какой-то, так сказать, активный процесс. Нет, ну, есть просто агентный подход, когда мы агенты, да. вот такой Витив был, они на корабле проводили конференции, они постоянно говорили централизация против децентрализации, они считали, что мультиагентная система, вот часто мультиагентная система как-то стоят, есть какой-то центральный агент, который распределяет задачами с другими агентами, и все хорошо, но на самом деле это, это немножко не то. Раньше же Киев, там, на теплоходе что-то было? Нет, на теплоходе не было Киев никогда. А тут же Киев 20-е, может, или до полного было на месте? Нет, это не Киев было, это была Самарская конференция управления сложных систем. Никогда на Киев нет, там же, особенно, когда в основании как-то, в основании Витя. И что? Ну, я помню, это год на теплоходе. На теплоходе было просто экскурсия. Ты что-то путаешь? это у Витиха по Болге плавали туда-сюда и по Киев. У Витиха, это понятно, с Номариной, на Вашкой конференции. Ну, а это, нет, здесь, надо им... Это случайно было, да, событие, что-то на теплоходе? Я помню еще Дмитрий Александрович по Стеллу, мы плавали... Какая река там забыла в Москве? Москву, а нет, впадает какая-то язык, Коломная, там какая-то речка, там еще какая-то, Ака, наверное, Ака, еще что-то там, там помню, он сказки рассказывал. Не, на самом деле на корабле что хорошо, тебя это, посадили, и вот он идет полдня, да, и никуда не уйдешь. Все сидят в зале, я подпульсулатору. Это помню, еще Александр Семенович любил проводить в замках. Да, куда ты убежишься? Единственное, что ты так, завистью смотришь, там проплывают корабли, там острова какие-то. Зато потом нагружаемся и в Нижний Новгород мы осматриваем. Не, на самом деле Сидорова, ага. Ну и то, что мы говорили, тоже надо подумать, как это сделать. Так Юра или жена его? Ну, скорее всего, он бы, добавил. Я тут некий совместный работал. она стеснялась, да? Да, больше стеснялась. Она сейчас ушла из в науке. Ну, так поражено. Ну, как? Не потому, что не нравится. Потому, что деньги на то, что деньги Не, ну, понятно. Ну, ладно, мы тогда, уже в следующий раз точно студенты что там должны идти, но это на самом деле такая простая задача. Да, я знаю, что это не простая задача, но до свидания. До свидания. Ну, это не простая задача, это не простая задача, это не простая задача. Ну, просто все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова